Ладно, поехали. Начинаем с новеньких, идем к стареньким. Тут у нас игра Гафи против Рецины. Можно с чистой совестью болеть, чтобы все погибли. Лучше, конечно, нургли, но... Орков тоже развелось, как собак нерезанных. Так что, кто бы ни подох, это к лучшему. Ну, побежали болельщики на поле. Лосец будет чуточку уныле, чем планировалось. Первая Клафсани сделала минус. Тентахлемэн. Пробел, но не более. Шакальчика выставил. Да, орков всегда много в сале, потому что... Ну, большинство орков рукожопые и не могут подняться дальше. Привет, Никотин. Держу в курсе. Пошла ПО-шечка в силу? Нет? Ну, как же так? Ну, пока нормально, в принципе. Выбили самого лучшего чорка. Все неплохо. Подобрали мячик с первого раза. Почему бы не порадоваться? У нурглей все хорошо. Придемиург. Ну, мы же все знаем, что Рецин от Битосина. Но вот Гафи, кажется, собирается фалить. Очень похоже на то. Блиц в мягкого игрока. Без пробоя. Дружеский фал, пряточки. Средней поганости фал жить можно. Подвигали нурглей мячик. В сейф. Не уверен, что против Гафи стоит идти прям в это. Как тебе лучше телефонный пранк? Как бы так объяснить помягче. У меня до сих пор есть сомнения в его... ...правдивости. Мне очень тяжело представить, что... ...возможен такой уровень некомпетентности. Я вот прям совершенно серьезно говорю. Уровень некомпетентности какой-то... ...ну, просто невероятный. Мне тяжело представить, что... ...вот... ...можно работать настолько плохо. Я понимаю, как это звучит, но все равно вот... ...чисто... ...чисто по моему впечатлению... ...очень приятный минус. Для позиции драки прям супер важны. Согласись, все-таки я и чувствую, что... ...ну, это какой-то космический уровень некомпетентности. Какой... ...приятный фоу. Гафи... ...не перестает бить. Сила шведов красная. Еще и ПО. Вот если бы он еще убил бы, вообще было бы классно. Красиво сыграно. Гафи не боится. Гафи не боится. И внезапно Нургли, которые полезли в драку, получили минус два... ...притом... ...минус две пятых силы. Очень неприятно. Ну, еще и БЛИЦ корявый. Гафи не боится. Гафи не боится. Гафи не боится. Гафи не боится. ...просмотров вот этого вот расследования. Я вчера ложился, по-моему, было уже 10 миллионов. Как бы... ...не каждый супер-пупер клип может отличиться таким. Продолжается игра в Чапаева Пяточного. Ради интереса сейчас загляну даже. Одиннадцать миллионов на данный момент. Ну, че? Этому мужику дадут медаль, как вы думаете? Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. 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 ...в первый раз. То есть, когда там было тысяч... ...двести просмотров. Практически в самом начале. Хорошо, Гафи отжал мяч. Ну, заметьте, ни одной травмы, только колокола. Очень хороший скаттер для нурбей. Очень хороший скаттер для нурбей. А вот и травма. Спасибо Регину. Я вот согласен, что по всей этой истории... ...надо снимать... ...такое, типа, макюментари... ...от Гая Ричи. Потому что даже у Гая Ричи обычно все-таки... ...как бы... ...бандюганы... ...и все остальные... ...но не настолько феерически тупые. Помните вот это вот знаменитое, да? Но... ...но таких... ...феерических дебилов я вижу в первый раз. Не-не, мне кажется... ...не знаю... ...я бы выбирал бы скорее между... ...Гая Ричи и этим... ...как его называют-то... ...ну и... ...Тарантино, например. ...коин-коины все-таки, мне кажется... ...капельку посерьезнее. В смысле... ...в смысле... ...от них будет тяжело поверить в такую херню. Я говорю... ...скажем так... ...единственное, что меня пока останавливает... ...я реально не могу поверить в такую феерическую тупизну. Я понимаю, что все говорит о том, что была такая феерическая тупизна. Вот... ...буквально все. Вот... ...вот... ...просто... ...каждый элемент головоломки говорит о том, что была... ...феерически невероятная тупизна. И все равно я пока как-то не могу с этим смириться. Я не знаю, как это описать. Я готов поверить в то, что, например, это была какая-то разводка от спецслужб или еще что-то. Ну, как можно быть настолько тупыми? Ну, серьезно. Просто, знаете, у меня батя, вот, десять лет назад был более-менее нормальным. Типа оппозиционным, так далее, и тому подобное. Но вот спустя десять лет у него так голова что-то засралась. И он стал тоже рассказывать рассказы про наши суперспецслужбы. Вот это вот, как называется-то, рассказывать про, там, царь хороший, бояре плохие и прочее. Но суть не в этом. Когда вышло вот рассыдывание Навального, имеется в виду первое. Про то, как его травили. Даже мой батя сказал, что, типа, очень похоже на правду. Типа, не к чему придраться. Хотя он-то как раз так хейтит Навального. Он его буквально считает американским агентом. Ну, вот. Но даже он сказал, что, типа, ну, вот, 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 ну, вот, похож на правду. Так вот. Хочу, я сегодня буду к родителям забегать. Мне прямо интересно послушать, как он реагировал на вторую часть. Потому что, честно, честно говоря, это что-то, что-то с чем-то. Как-то мы шутили, типа, здравствуйте, я из службы безопасности Сбербанка. Сообщите, пожалуйста, ваш пин-код. Ну, так вот. Вот здесь то же самое почти что. Привет, Реда. Да мы ржем про расследование Навального. Про то, кто теперь работает в спецслужбах. Мы, скажем так, в легком ауте. Имеется у со второго расследования, которое появилось. С нового жанра политических пранков. Вот так вот. Новый жанр политических пранков. Приятная травма, но опять Реген работает как часы. Я, конечно, знаю, что нас любят вот эти разговоры про отрицательную селекцию. Но вот теперь ты прямо смотришь на все это и думаешь, что видео... За ними что-то есть. Потому что рассматривать всю эту ситуацию как-то иначе, чем... Отрицательная селекция, я не знаю. Хорошо еще не смогли до вот этого доползти там. Можно было пожаднее сыграть, кстати. Ударит сначала типа этого, потом это. Ну, ладно. Гафи без рерола бьет три куба на восьмой ход. Я бы, к слову, не бил бы, наверное. Я бы забивал бы. А то выпаде три единицы было бы смешно. Ну, anyway, если сейчас колокола не встанут, то ругли похоронены. Как-то тихо и сапы их переехали. Ребята, ни хрена себе. У Нурглей встало пять колоколов. Без девочек, без всего. Просто встало пять колоколов. Офигеть. Ну, это лак. Это дикий лак. Предспайдер. Не то, чтобы эта игра для Рецина, по-моему, что-то значила. По-моему, он там оставался в дивизионе anyway. Но это, конечно, сильно зашло. Гафи-то тоже там в целом пофиг. Гафи в любом случае вылетал. Ну, вот. Ну что, не записываешься? А что, уже можно записываться? Там же в этот раз будет долгое межсезонье. У меня есть время подумать. Я никогда не спешу. Ну, у меня пока в мыслях спайдер то, что на днях выходит супер-пупер дополнение для Азурки. Выходит супер-пупер дополнение для Гиншина. Бладбол это практически последние вещи, которые я думаю сейчас. Бладбол где-то там в очереди после... Вот. Сначала идет расследование Навального. Потом идет... Азурка. Азурка. Потом идет... Гиншин. Потом идет празднование Нового Года. Вот. Потом идет утренняя дрочка. Потом идет ужин. И вот где-то там уже... Где-то Бладбол там. Вот. Вдалеке виднеется. Какая приятная шестерка. Зверь пошел на дело. Сейчас будет Блиц в СФ, да? А, нет. Он ударит... Здесь выйдет без Блица в СФ. И Блицанет к Лавсу справа. Хорошо получилось. Надеюсь, Блицан приятно сыграл. Не уверен, что стоило оставаться в контакте? Ну окей. Ой. Маленькая, в общем, похоронная была по Орчику. Просто, вот, знаете, что меня удивляет в этой истории? Вот, как бы... Вот, когда он... Вот, весь разговор не может понять, что с ним... Понимаете, вот, представьте. Вы три года ездите за мужиком, которого вам надо будет рано или поздно отравить. И вы не можете узнать его голос по телефону? Ну ладно это. Ведь самый, на мой взгляд, был большой рофил. В тот... Надо было, кстати, сначала поднять-то говно. Это такая ошибка так-то. Сейчас будет Блиц в мяч. Так вот. Ну ладно, вся эта тупизна. Меня ещё дико приколол момент... Когда проходит уже полчаса этого разговора, где он, ведь, рассказывает про смазывание трусов ядом, про вот эту всю херню. И потом такой, типа, говорит... А ничего, что мы по обычной, не по спецсвязи. Я не знаю, но это... Ну честно, это какой-то такой невероятный уровень некомпетентный. Ой-ой-ой. Так, и что за перманентка? Минус кармору. Да, неприятно. Похоже на помоечку. А что в ББ предсказуемо, Спайдер? В ББ предсказуемо только то, что... Как бы ты ни играл, скорее всего, ты соснёшь. Ну это такая себе предсказуемость, так можно сказать, про множество игр. Какой-то специфический скатер получился. Приятный минус. Если орки выбьют мячик, то они как бы так сейчас могут и поддавить. Проблема в том, что они расположены на поле не очень. Ну это приятно. Скатер плохой. Ммм. Это, кстати, хорошая игра. Не получилась, но мысль была правильная. Ну, тут я музыку не буду играть, пятку не жалко. Померла и померла. Я не знаю, я думаю, что возьмите школьника лет двенадцати, который прошёл на медиуме хитмана. И какого-нибудь хитмана. Даже он лучше справится. Вторая аптека пригодилась. Ну орчика жалко, а нургле не жалко. Ну, господи, спейдер. У тебя был средний паршивости сезон. Ой, как неприятно. Я не думаю, что стоит так драматизировать. Ну, то есть, да, сезон был не очень, но не говорит о том, что как бы всегда так будет. У меня тоже были плохие сезоны на вот этой вот сей залупе. Ну, вот так вот. Ну, спайдер, делаешь не только в этом. А как тебе объяснить-то? Вполне вероятно, что ты просто не нашёл ещё и свою команду. Ну, вот так вот, пред Ройлем. То есть, просто нет тимы, на которой тебе было бы вот комфортно гамать. Второй раз ловит парень в руки мячик. Он как будто просит орочего кулака в борду. Ну, так надо было ещё ГФИ кидать. Ну что, будут ещё кубы? Да. Ой, как не повезло. Ну, похоже, Рецун может вымучить ничью. Хотя это сложно. Ну, вот так вот. Ну-у-у-у... Ну-у-у-у-у-у. О-о-о-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! потому что при таком плей он просто не успеет донести мяч на времени то осталось просто кот наплакал два куба снова повезло к слову здесь по моему был резон отпустить сф ну ладно зверь тащит катку ты просто спайдер совершаешь главную ошибку при игре в бб ты играешь в бб ради результата а надо играть ради этого но не знаю тебе вообще в целом надо просто посидеть попрактиковаться в этом в ландере а то пока что прям не похоже что мы сможем сосватывать тебя midnight хитон такими темпами о ко мне короче в дискорд добавилась вот это девушка умру ученица умруна не знаю девушка нет которая перган что-то прирост женщина на стриме какой-то невероятно ребята наконец-то я дождался этого момента когда блат боу стал популярен среди девушек и я я доволен ребята никто не мог подумать что такой момент может наступить а вот а вот он наступил неправильно встал гафи потому что сейчас будет блиц с места в габлу и убегание в закат так ты рассматривай латтер не как возможность пойти поиграть в по ты рассматривай латтер как возможность отращивать скилл тем более латтер дает тебе самый главный навык возможность научиться играть против животных в рубб ле это актуально ну просто как никогда ну тебе в латтере не обязательно сидеть и играть 24 на 7 ради выхода ты можешь просто зайти в ладер и играть его чтобы научиться все для практики на расе понимаешь а то у тебя у тебя как-то спайдер сразу в голове смешивается что надо так и так тебя никто не заставляет играть ну вот таким образом что-то вообще не везет на удары без блока гафи ну спайдер блин если не может найти время играть в бб то видимо и нет никаких предпосылок того что у тебя должен как-то невероятно вырасти скилл не находишь я имею ввиду что ну чё уж то обвинять может и тогда просто взять какую-то максимально тупую команду и забив на результат прокидывать анималити каждый раз ну просто то есть ну как как в чем это тип как бы а поделился бы с целями игры в блат болт тогда для начала не до урицы на конечно кубики были прикольные забавный матч мерзкий вид 19-0 классический классический мерзкий